Здарова всем, друзья! С вами, как всегда, Госса, мы продолжаем смотреть моды для GTA 5. И сегодня мы с вами снова устроим побег из Лос-Антовской тюрьмы. Да, друзья, мы с вами уже огромное количество раз устраивали побег в GTA 5, при этом используя самые разные способы побега. Безумный бунт, обычный туннель под землей или побег на таран. Мы с вами, ребята, устраивали уже всё это несколько раз. Но сегодня я бы хотел показать вам тот план побега, который, ребята, я уже когда-то замечал. Но который я ещё ни разу не воплотил в жизнь. Может дело в том, что он реально очень сложный быть. Может дело в том, что туда понадобятся просто гигантские силы и не только силы одного Франклина. Посмотрим, ребята, всё увидим именно сегодня. Но перед тем, ребята, как я всё вам расскажу, я бы хотел попросить вас, конечно же, не забывать ставить лайки. Давайте, друзья, прямо сейчас ставьте лайк под этим роликом, это займёт у вас всего лишь 2 секунды. А мне будет очень сильно приятно, ребят. Правда, если вам нравятся мои ролики, не забудьте поддержать их лайком. Конечно же, если вы вдруг каким-то образом ещё не вступили в нашу огромную семью призраков, то сделайте это прямо сейчас, друзья. Ну а также, друзья, хотел бы напомнить вам о том, что вам нужно нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе всех новых роликов. Вроде как, ребята, многие из вас не получают уведомления периодически, да? Поэтому ставьте, ставьте колокольчик, чтобы их получать. Ну что, в общем-то, давайте уже будем приступать, ребята. Я думаю, что вам всем уже очень сильно интересно. Так что для этого давайте, ребята, мы с вами устроим какое-нибудь преступление. Например, в банке пострелять, может, стоит? Или, или, или что? Ну-ка, погоди-ка, никто ко мне даже идти не хочет. Эй, полиция! Полиция! Ты посмотри, у меня отключена эта функция, чтобы меня не могли найти, но при этом полиция вообще не хочет идти ко мне. Так, а если я просто постреляю рядом с банком? Банк уже, видимо, понял, что когда я появляюсь рядом с ним, то значит скоро здесь будет что-то страшное, да? И уже эвакуировали всех сотрудников. Ладно, дожидаемся полицию, набираем именно одну звезду для того, чтобы полицейские арестовали нас. Но ни в коем случае не убили. Так, убираем все оружие. Парни, парни, я здесь, давайте! Принимайте меня, чуваки, я хочу отправиться в тюрьму Лос-Антоса. Давайте, прямо сейчас. Эй, на месте, на месте, стой, пацаны, на месте. Честно, на месте, давай. Вот так, вот так, хорошо. Хорошо, и... Ууу! Все! Мы с вами идем в машину! Я ничего не нажимаю. Это, ребята, мы с вами сами идем в тачку. Опа-на! Вот так вот уже с наручниками и со всем остальным. Ммм, прикольно. Я вам, кстати, сегодня покажу еще один прикольненький мод, который маленько изменяет нашу тюрьму. Это, скажем так, новые локации в тюрьме, но сама, можно сказать, даже новая тюрьма, то есть помещение, да? И я думаю, что будет очень интересно. Я их пока что не смотрел, поэтому для меня это что-то новенькое. Вообще, что связано с тюрьмой, это опять для меня очень сильно, не знаю, близко, потому что сколько раз мы с вами устраивали всякие побеги, и каждый раз это было каким-то новым и интересным способом. И вот сегодня посмотрим, что же новенького для нас приготовили. Мы доделаем. Так, Франклин, давай выходи из тачки. Вот таким вот образом. Все, хорошо. И смотрите, он сейчас сам идет ко входу. Я вот сейчас, посмотрите, я просто в стороны шевелю, но нет, он просто не сбивается с пути. Он просто идет напрямую ко входу в тюрьму. Ну ладно, Франклин, давай, давай, давай. Сейчас будем переодеваться и уже становимся новым заключенным лос-антотской тюрьмы. Вот он, тот самый новый блок в тюрьме. А сразу же, ребята, скажу, что да, он какой-то пока что вообще сырой. То есть здесь нет практически ничего. Просто добавлены новые камеры, сидят заключенные, а в целом-то ничего нового нет. Да, посмотрите, сюда еще можно много чего добавить. Я думаю, что работа над этим блоком будет продолжаться. К сожалению, пока что работают только два последних блока, которые мы с вами уже видели очень много раз. Еще здесь какая-то дверь стоит. Ну, капец, просто короче. Ладно, думаю, ребята это доделают, и мы с вами сможем насладиться новыми блоками в полной мере. Но вот пока что, ребята, нет, пока что это очень-очень сыро. Вообще, я, кстати, опять без оружия. Это означает, что, ребята, нам нужно будет с вами где-то надыбать оружие. Само собой, для этого нужно выйти на улицу и познакомиться с местными авторитетами. Ну-ка, че это у нас тут такое? Кого-то нового привезли, да, походу, в тюрьму. Здорово, парни! Свежая рыба. Очередная свежая рыба. Знаете, откуда это, кстати, выражение свежая рыба? Ну-ка, напишите-ка в комментариях, ребята. Такой небольшой спойлер. Это фильм про тюрьму. Ну что ж, в общем-то, нам нужны, как я сказал, уже авторитеты. Так, вот эти маленькие банды меня не интересуют. Эти тоже авторитеты у нас стоят обычно... Да-да-да-да-да-да. Прямо у входа в блок. Здравствуйте, молодые. О-о-о-о-о. Просто чуваки, видно, что двумя бандами владеют. Чувак просто стоит и пьет пиво на территории тюрьмы. Ну, где такое возможно, да, кроме как тюрьмы Лос-Антоса? Ладно. Здорово, парни. Я, в общем-то, новичок и хотел бы устроить тут небольшую вакханалию. Да, у меня есть небольшой план, и мне нужна, как бы, поддержка. В общем, смотрите, парни, что мне нужно от вас? Мне нужны ваши ребята, да, из ваших банд, из двух желательно. Так посмотрел, такой удивился, типа, что, вообще офигел? А я все продумаю. Я все продумаю, все будет красиво, все будет интересно, вам понравится. Думаю, сами примете участие, думаю, все будут довольны. Что скажете? А? А? Приходить ночью? Окей. По всей видимости, я знаю, к чему идет дело, ребята. Ладно, давайте дождемся ночи, ребята, и увидим, что у нас будет. Дальше. Вот и наступила ночь. Короче, выходим из корпуса. Давайте маленько осмотримся, что вообще у нас поменялось. Произошло ли то, чего, ребята, я ждал, чего мне обещали. Да-да-да, ребята, у нас с вами появились вот такие вот галочки, да? Которые мы с вами, ребята, можем, я так полагаю, потыкать. Что значит мне здесь нужно? Помните, я говорил вам про компанию. Компанию я, в принципе, я не знаю, как мы будем ее точно собирать. Вообще, желательно бы тоже у этих пацанов выпросить каких-то людей. Сейчас мы можем с вами попасть внутрь тюрьмы. В принципе, мы с вами были уже в этих блоках. Я не вижу смысла туда как бы возвращаться. То есть, давайте покажу вам быстренько. Вот это вот эти блоки, ребята, где мы с вами были. Тут у нас с вами спортзал есть и прачечная. И все остальное. Ну вот, например, прачечная, да? Да, где мы с вами уже неоднократно появлялись. Нас сейчас интересует именно банда. Именно банда и именно тот самый секретный способ побега, который я видел один раз, может, два. Но который мы с вами еще ни разу не проверили. Ладно, давайте выходить, короче, на улицу. Собираем банду и отправляемся потихоньку к тому месту. Я думаю, это будет самое интересное, что, ребята, мы с вами сегодня должны увидеть. Значит, эти люди пойдут со мной, да? Все верно? Окей, я понял вас, парни. В общем, такое дело, друзья. Мне туда дали вот такую банду, посмотрите. Так-то нормально здесь, ребят. Вроде как это все, да, получается. То есть, сколько у нас здесь людей выходит? Нас выходит, считай меня, два, три, четыре, пять, шесть. В целом этого должно быть достаточно. Я знаю еще давний интересный способ того, как можно попробовать заполучить оружие. Для этого ничего нужно умного не делать. Просто уходим вот сюда. Здесь у нас стоит чувак. Просто ударяем по голове сразу же и забираем у него ствол. Просто забираем ствол. Воу! По чувакам начали стрелять! Не-не-не-не, парни, вы нафига? Вы нафига открыли огонь? И откуда у вас вообще оружие? Те парни мне чего-то, видимо, не рассказали, да? Ох ты ж, блин. А вот сейчас придется, ребята, действовать как можно быстрее. В тюрьме сейчас начнется, ребята, восстание. Ну, точнее, не восстание, а сбор полицейских и... О! Дальнейшее наше принятие по этими полицаями. Чувак! Иди... Иди отсюда! Я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Пошел! Ты не хочешь? Ты не хочешь? Сейчас он тревогу откроет. Я просто его убиваю. Лучше вот так вот по-хорошему. Оп! А, да. Парни, вообще скажите мне, вы готовы или нет все? Нас всего лишь шестеро. И вот эта метка, ребята, должна привезти нас в одно интересное место. А, вообще не знаю, как правильно туда заходить. Наверное, парни со мной должны будут переместиться как-то, да? Но это, ребята, я правда не знаю. У меня всего лишь пять патронов. Вообще, изначально, по сути, задумывается, что мы совершим этот побег, имея шесть патронов в оружии. Один из них я выстрелил. Шесть патронов в оружии, ну, потому что иначе никак. Иначе по-другому оружие скрыто никак не получить, только убив тех парней. И вот сейчас, когда у нас шесть патронов, ребята, это самый хардкор, реально. Вот просто встаем на маркер и смотрим. Оу! Пошли нафиг! Пошли нафиг! Так! Оу-оу-оу-оу-оу! Так! Как мне повезло! Мне! Мне вообще безумно повезло! Вы слышите, ребята? Мне просто опять повезло! Чувак просто промахивался электрошокером! Да ну нафиг! Я просто не верю! Ребят! Да! Да-да-да-да-да! Мы это сделали! Да ну нафиг! Я только что сколько раз сказал, что это просто безумно сложное место. Но, ребята, мы смогли это сделать! Серьезно, блин? Я не верю нафиг! Я просто нафиг не верю! Еще один! Получай, блин, вот таким вот образом! Шикардос! Так, проходим вниз! Оу-оу-оу-оу! Попал? Или... Или нет? Я так и не понял. Ну вы поняли, да, в чем суть, почему это самое сложное место по побегу? Эти чуваки просто, когда ты заходишь, начинают по тебе так безбожно застреливать, что ты просто даже не успеваешь среагировать. Ребят, реально просто не успеваешь. Они просто тебя убивают буквально за пару секунд. И... Нет! Нет, 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 нет! Вы... Вы что, издеваетесь? Нафига? Нафига тогда я пытался совершить побег? Что? Что, блин? Какого фига? Это все было просто для того, чтобы собрать оружие? Вот тот... Вот... Вот тот набег на полицейский участок был просто, чтобы собрать все оружие? Нет, конечно, я видел, что там еще есть дверь как бы на улицу. Но перед ней, ребята, стоит маркер, который нас, по сути, не выпускает оттуда. И сейчас... И сейчас, ребята, когда мы раздобыли оружие, мы, типа, должны совершить побег, что ли? Или как, получается? То есть я сейчас должен сделать вот так вот? Просто нажать на «Е» и... А, нет! Нет, 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 это я, это я, типа, выкупился. Да, 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 ребят, тут же еще есть выкуп. Получается, если я все оружие взял, как бы, если я решил приготовиться вот таким вот образом, я должен себя просто сейчас сделать... А, чего? Эй-эй-эй! А, так все, мы, типа, выпущены из тюрьмы! Я по новой зашел, ребята. Ну, чтобы вы понимали, как должен мы произойти побег, я должен подойти к чуваку, который стоит у нас здесь вот, и запросить у него помощь в побеге. Чтобы он просто устроил бунт в тюрьме. И пока здесь у нас, скажем так, у всех подгорают полицейских, все... Ой-ой-ой, все преступники берут оружие там, ну, избивают сотрудников полиции, и они просто начинают мне помогать. А, да, в принципе, получается, вот этот вот побег, вот этот способ побега, он лишь дает нам какую-то возможность, да, просто сбежать. И мы, уже ей пользуясь, просто приходим сюда и устраиваем тот же самый побег, по сути. Немножко я не понимаю этого, ребят, но, видимо, так оно и есть. Слушай, ну, так-то прикольненько, отчасти. Мне, мне нравится. То есть, в принципе, прикольная тема, но как справиться с теми парнями, если они в тебя попадают сразу же? Нужно брать просто огромную группу, ребята. Просто огромную группу людей, которая будет с тобой и будет себе помогать в этом побеге. Так, парни, я вас бросать не хочу, вы уж со мной бегали. Вы чё? Вы чё там отстаёте опять? Давайте-ка я вас тоже с собой закину в машинку. Так, тачку ломаем вот таким вот образом. Всё, шикардос. Блин, знаете, на самом деле это намного сложнее, чем дало нам пользы. Пользы реально как будто меньше, чем... А, я не могу со мной сесть. Ладно, парни, сори, тогда я без вас поехал. Пользы в этом намного меньше, чем сложностей. Я бы на самом деле просто бы отдал тому, чего купить 500 миллионов и сбежал, куда глаза глядят. То есть, просто вышел под шумок и отправился в своём направлении. Знаете, ребята, в принципе, не скажу, что это неприкольный способ побега, как бы ему стоит существовать, да, скажем так. Но хотелось бы, чтобы было как-то интереснее, да. То есть, я ожидал от этого способа побега, ребята, реально немножко большего. Но поскольку я никогда не записываю для вас моды, когда я прошёл их уже где-то, да, или что-то с ними уже сделал, я всегда записываю, ребята, всё... Нифига, тут они с нитро погнали. Я всегда записываю, ребята, всё в первый раз. То есть, я вот иду, просто играю, смотрю, что у нас тут есть, чтобы всем было интересно, чтобы моя реакция была интересной. И только потом, ребята, уже вместе с вами я всё узнаю. Я думаю, именно этот формат вам нравится, ребята, что мы с вами всё это вместе делаем, а не поодиночке. Поэтому, думаю, было прикольно посмотреть сегодня ещё одну вариацию побега из тюрьмы. Ну, в целом, да. Ну что же, ребята, в общем-то, давайте, наверное, будем сейчас на этом заканчивать наш ролик. В принципе, с тюрьмой мы сбежали. Сейчас осталось, как говорится, дело за малым. Нам нужно с вами попросту уехать от полицейских. Это можно сделать по старому лайфхаку в подземке. А потом, ну, просто... Чего он слетел? Какого... Какого фига он слетел из тачки? Так, лови бомбу. Ай! Нет, она не взорвалась. Она не взорвалась, вы видите это? Она не взорвалась. О, взорвалась. Ну, офигенная задержка, слушай. Хе, ладненько. Короче, ребята, давайте, в общем-то, будем заканчивать. Надеюсь, что ролик вам понравился. Если это так, не забудьте поставить, конечно же, лайки. Не забудьте подписаться на канал. Сегодня был такой, знаете, даже больше не ролика, а эксперимент. То есть не обзор модов, а именно эксперимент. Надеюсь, что он был вам интересен и полезен, ребят. Ну что ж, спасибо, что смотрели до конца. Ставьте лайк под этим роликом. Подписывайтесь на канал. Вступайте в нашу огромную семью призрака. Ну и, конечно же, не забывайте добавлять колокольчик. Да, не забывайте, ребят, ставить его. Это обязательно, чтобы получить уведомления о выходе новых роликов. Ну что ж, в общем-то, всем спасибо. Всем удачи. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok